Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Этот ролик по запросу моих зрителей много задаются вопросов и хотели бы люди подробнее, чтобы я рассказала еще раз. Много у меня роликов, но знаете, все-таки хотят именно конкретно, чтобы еще раз я рассказала про нашу настойку коры осины. Быстренько, вкратце расскажу, кто еще не знает, эта настойка пьется при наличии гельминтов в организме, при наличии всевозможных вирусных заболеваний в крови, то есть при сахарном диабете, помогает при давлении, в общем чистит хорошо нашу кровь, печень, наши органы оздоравливает, убирает изжогу, в общем плюсов очень много, можно на просторах интернета найти больше информации, почитать об этом. Ну вот я как бы вкратце вам рассказываю. И конечно же поступают вопросы про детей, можно ли такую настойку давать детям. Я в принципе, ребята, не могу рекомендовать ни вам, ни детям тем более эту настойку. Я в своих роликах неоднократно рассказывала про то, как мы лечимся, как наша семья принимает. У меня трое детей. Возраст детей был на тот момент, когда мы начали принимать. Одному ребенку было 4 года. Значит, 10 лет было девочке. Девочка раньше стала принимать, чем маленький мальчик. Я тоже сомневалась, когда он еще был меньше давать или не давать. Ну то есть старшие дети 15 лет, да, и сейчас 12. Я им стала давать, значит, девочке в 10 лет. Даже в 9, наверное, начала уже где-то вот на 10 году. У нее я начала давать настойку. Ну и соответственно Ивану, старшему сыну. У него 3 года разница с Машей. В общем, они стали одновременно пить. Также дозу они пили и также сейчас принимают по чайной ложке, так же, как и взрослые. Два раза в день, не в зависимости от приема пищи. Можно запивать, я уже неоднократно говорила, можно не запивать. Поступил вопрос о том, что ребенку 8 лет и обнаружили опистархоз. То есть можно ли давать. Вы знаете, я вот как бы не знаю. Я бы, знаете, давайте как отвечу я. Я бы своему ребенку стала давать. Потому что мы начали принимать, когда Гоше было 4 годика, сейчас ему 5 лет. И ничего страшного нет. 4 года мы начали принимать меньше чайной ложечки. Меньше пол чайной ложечки, то есть 2 раза в день. Ребенок, я ему не разводила ничего. То есть на язычок там капельки получались. Знаете, и водичкой он обильно запивал. И никаких привкусов, горечи у ребенка ничего не было. Ребенок более стал активный. Прошел налет на языке, запах изо рта. Когда утром вставал, у него был запах такой, знаете, не особо хороший. Неприятный даже так мягко сказать. Это все ушло. И что могу сказать. Вы должны решить для себя. И будете ли выдавать своим детишкам. Это ваше право. Это ваше решение. Я и наша семья, мы все принимаем такую настойку. Плюсы колоссальные. Улучшение самочувствия. Улучшение аппетита. Улучшение настроения. Ребенок даже судя по младшему сыну активный. Поправился. Розовинка на лице. То есть, знаете, я просто счастлива от того, что когда-то мне посоветовали такую настойку. И мы все дружно принимаем. И по рассказам моим, некоторые из родственников моих тоже начали принимать. И тоже колоссальные плюсы. То есть, и нормализация давления. И сахар нормализовался. То есть, у моей родственницы. Так что плюсы колоссальные. Но, ребята, могу сказать вот такую вот поправочку. Когда были такие моменты, когда моя подписчица тоже одна из некоторых начала пить. И ей стало жутко плохо. Ухудшилось. Помимо того, что у нее было состояние и так, мягко сказать, не особо хорошее. У нее ухудшилось состояние. Она стала вся чесаться. У нее открылась, знаете, легкая дышка, тошнота, головокружение. А почему? А потому что у нее при заборе анализа обнаружили и гельминты. В виде аскоридоза, лемблиоза, апистархоза. В общем, куча, куча всего. Помимо того, что нашлось. Еще и помимо того, что и скрытое что-то идет. Потому что не всегда они выявляются по анализам. Многие заблуждаются и думают, что если у меня нет, не нашли в анализе, то у меня ничего нет. Это глубокое заблуждение, потому что у многих повышен холестерин, повышается тем самым сахар. А почему? А потому что если повышается холестерин, то это страдает печень. А если страдает печень, то страдает поджелудочная. А если страдает поджелудочная, то идет повышение сахарного диабета. То есть это все взаимосвязано. Так что можно ли было, был вопрос при синдроме раздраженного кишечника. Я бы, если бы вдруг, конечно же, я бы стала принимать. Но опять же, ребята, это ваше право. Я еще раз повторю, что есть такие люди, у которых, знаете, пьют и как бы бессимптомно, то есть, ну, как бы протекает все у некоторых с большими, да, вот, крапивницей и так далее, и так далее. Если вдруг у вас образовывается крапивница, либо, да, вот такие вот какие-то зуджения, то обязательно нужно соблюдать, даже если есть или нет, вообще нужно соблюдать питьевой режим. Это полтора-два литра в день, то есть капельно, либо просто стакан, да, выпивается через какое-то время опять. То есть как сможете. И, конечно же, абсорбенты. Это может быть и полисорб, и всевозможные интеросгели, да, идут, и уголь активированный, самый простейший, да. Ну, то есть такие абсорбенты, которые бы помогли выводить токсины с организма обязательно. Ну, и, конечно же, вода. Вода, это на первом месте, вода помогает выводить токсины с нашего организма, помогает, если вдруг образовываются какие-то отечности, и вы думаете, что вы там перепили воду, вот, я такая плохая посоветовала. Что такое отечность? Отечность, это токсины в организме, которые не успевают выходить, и тем самым образовывается отечность. А со временем это все проходит, нормализуется, и самочувствие потом будет, конечно же, не от первой баночки, возможно, от второй, от третьей, можно подряд пить. И, знаете, ну, только одни. Карасины пьются около трех месяцев. Многие заблуждения, да, людей, что если вдруг, вот, я объявила около трех месяцев, да, но плюс-минус, в зависимости от ваших чайных ложек, да, может быть, у вас чайная ложка чуть больше, чем моя, да, допустим, то у вас, может быть, даже и четвертый месяц немножечко, да, плюсом пойдет. Это ничего страшного, если вы не допьете, там, два с половиной месяца у вас получится. Это нормально. Вы дальше можете также поставить и вторую, и третью баночку, и пропить так, как делали мы на первом этапе. Сейчас мы, знаете, пока идет такая вот пандемия в стране, мы продолжаем пить. Мы осенью начали и до сих пор продолжаем пить. Уже на протяжении, да, наверное, в августе мы начинали. И вот сейчас еще баночку мы поставили по баночке и принимаем. Ничего страшного, одни только плюсы, никакого ухудшения состояния. То есть мы уже не первый год принимаем. Но вообще по-хорошему для профилактики весна, осень, баночку можно выпивать. И тем самым, да, как-то ограждать себя от всевозможных каких-то бактерий, вирусов и наличия паразитов, которые могут в любой момент к вам попасть в организм, хоть с чем абсолютно, без разницы. Это могут быть и фрукты, и овощи, как бы вы хорошо их не обрабатывали, но не исключено ни в коем случае, да. Да, хоть с чем, с неправильным, да, таким-то походом в любые помещения, где этот пыль всевозможная может подняться и попасть к вам в организм. Ну, знаете, вариантов куча, и ничего в этом мире нельзя исключать, да, так скажем. Есть такие люди, которые мне писали и говорили, что я навязываю людям свое мнение и выдумываю каких-то паразитов. Да ничего я не выдумываю, это, знаете, это реальность, это наличие, знаете, даже младенцы рождаются уже с наличием каких-то паразитов в организме. Представляете, это, ну, это факт, и он доказан, и это есть, и дети болеют от этого, взрослые болеют и ищут пути выхода, да, по больницам мотаются и ничего не могут тем самым найти. Ну, как бы мне кажется, я ответила на ваш вопрос, принимать ли вам или не принимать, это уже дело каждого. Вы, надеюсь, меня поняли, да, то есть я не могу вам прям вот рекомендовать, что да, конечно, принимайте, я этого делать не имею права никакого. Я лишь рассказываю о том, как мы проходим вот такую терапию безопасную, в то же время она и оздоравливает желудочно-кишечный тракт, убирает изжогу превосходно, уже не раз говорила. То есть одни плюсы, минусы, конечно, могут быть на первом этапе, но это нужно все переждать. Ухудшение, да, ваше, которое может быть не у каждого, но оно может быть при наличии, да, паразитных инвазий, да, которые могут быть кучей в организме и никак себя по анализам не проявлять. В общем, наговорила вам я информации, думаю, что много, из которых вы должны сами, да, взять какой-то плюс или минус, решить для себя. Ну и если у вас, конечно, есть вопросы, я обязательно также буду снимать ролики, в видеороликах, мне кажется, рассказывать более понятнее для некоторых, нежели просто, да, где-то подписать что-то. Так что, друзья, спасибо за внимание, спасибо за просмотр и жду от вас комментарии. Всем пока-пока!